Друзья, всем привет! Вы смотрите молодежный интерактивный проект Пинкод на телеканале Беларусь-2. Меня зовут Джан Сенкевич, и вместе с вами в ближайшие 40 минут мы будем обсуждать темы, которые интересуют белорусскую молодежь. Ну и начнем с новости. Как вы думаете, какой праздник сегодня отмечают во всем мире? Я вам подскажу Международный день танца. Между прочим, интересный факт по поводу этого события. Знал ли ты, что раньше, в эпоху Средневековья, абсолютно все танцы на пирах и балах, которые были, напрямую зависели, как ты думаешь, от чего? От еды, которая находилась на столах. Представляешь, что было бы, если бы эта традиция сохранилась и по сей день? Ну, наверное, что-то вроде того, когда с утра приготовил яичницу, съел ее, и какое-нибудь волнообразное движение от себя пошло такое. Позавтракал хлопьями, но здесь, само собой, что нужно сделать? Правильно, хорошенько дебнуть. А на самом деле существуют люди, которые завтракают исключительно фруктами. И мои слова подтверждают вот эти вот дамы на этом видео. Это зажигательный танец. Предлагаю тебе его вместе со мной повторять. Движения очень простые, уверен, у тебя получится. Называется «Папайя Дэнс». Давай вместе со мной танцуй. Так, в другую сторону. Сейчас руки вверх, руки вниз и волны так. Оп-оп, еще раз. Так, в другую сторону. Руки вверх, помнишь? Руки вниз и волны так. В общем, у меня 100% плохо получается. Если у тебя это выходит намного лучше, то покажи нам, сними свое видео. Легко найти этот танец. Он называется «Папайя Дэнс». В Ютубе сможешь подыскать. Ну, а сейчас предлагаю возвращаться к нашему интерактиву. Заходи в нашу официальную группу ВКонтакте и участвуй в челлендже, который мы придумали совсем недавно. Для тебя он называется «Хоум Челлендж». Мы с каждым день публикуем специальное задание, которое тебе нужно повторить. Если у тебя выходит это сделать со вторника по пятницу, то именно в пятницу у тебя есть возможность выиграть классный подарок от нашего проекта. Это настольная игра, которую нам любезно передает магазин домашних развлечений «Игромастер». Все, что тебе надо делать, это повторять наше задание, которое мы даем, в пятницу заходить в группу ВКонтакте. И, возможно, именно у тебя будет эта игра. Ну и давай поговорим, какое задание мы предлагаем тебе на сегодня. Абсолютно все телеведущие, радиоведущие и корреспонденты программы «Пинкод» перед тем, как начать съемку, делают артикуляционную разминку. Если ты не знаешь, что это такое, тебе расскажу. Это специальная разминка, которая помогает говорить, звучать, и чтобы наши звуки, произносящиеся нами, были намного чище и лучше. Я тебе сейчас покажу два упражнения, которые я делаю постоянно. Ты повтори их, пришли нам, опубликуй вот по этому хэштегу, и в пятницу вполне вероятно, что вот эта настольная игра окажется у тебя. Поэтому подключайся. Называется это весь интерактив «Хоум Челлендж». Итак, первое движение, оно называется «Что делать, если дома закончилась зубная паста?» Повторяй за мной. Языком вводим вокруг наших зубов. Выглядит это все примерно вот так. Угу. В одну сторону и в другую. Угу. Это первое упражнение. Второе упражнение, оно называется «Пытаемся поцеловать человека на расстоянии полутора-двух метров». Выглядит это примерно так. Пытаемся поцеловать. И улыбаемся. Ммм. 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 В общем, эти упражнения мы делаем для того, чтобы звучать лучше и чище. Ну и если ты это делаешь каждый день, то ты заметишь, как изменится твоя речь и твой голос. В общем, друзья, как понимаете, мы приготовили для вас очень много всего интересного, поэтому самая классная передача для школьников нашей страны начинается прямо сейчас. Сегодня в программе «Давай на спор». Посмотрим, на что готов пойти Жан Сенкевич ради пари и обсудим, можно ли отказываться от выполнения заданий. Упс, велопрогулка под угрозой. Какие неприятности могут подстерегать тебя в пути и как с ними справляться? А в финале программы приготовим вкуснейший омлет из страусиного яйца. Если разобьем его, конечно. Это пин-код. Смотри, не пропусти. Ну что, у нас в студии появились наши зрительницы, активные девчонки. Давайте с ними знакомиться. У нас в гостях Ариана Квитко, Вика Страдаева и Дашка Дулуб. Привет, Вещерки. Так получилось, что именно они проявляли максимальную активность во всех социальных сетях, пролайкали все фотки в Инстаграм, подписались на нас в ТикТоке. И мы подумали, почему бы не пригласить девчонок для того, чтобы пообщаться на актуальные интересные темы. В общем, мой друг, если ты хочешь попасть на съемки программы «Пин-код» и лично с нами познакомиться, теперь ты точно знаешь, что делать. Как настроение, девчонки? Отлично, супер. Мы очень рады, что вообще сюда приехали, что вообще смогли, мы смогли. Ну, приехали для того, чтобы пообщаться на темы, которые мы подготовили. И сейчас очень популярная такая штука, как челленджи. Да, конечно. Споры, челленджи. Скажите, вам вообще нравится в них участвовать? Да, да, шикарно. Так, приведите примеры, в каких челленджах или спорах вы принимали участие? День рождения Арианы, игра «Шарик, который лопает». Ой, да, Алиска, лопатка, челлендж. У меня на дне рождения была игра одна интересная. Там была суть в том, чтобы мы вытаскиваем слог, допустим, «фо», и мы должны на этот слог придумать как можно больше слов, пока бомбочка не лопнет. И это было слишком тяжело. У меня был один такой интересный челлендж. В общем, я никогда раньше не участвовала в них, но решилась, почему бы и нет. Надо было, в общем, 30 секунд покрутиться вокруг себя и потом прыгнуть на бумажку. Все одноклассники пробовали и все падали, но я решила, что я смогу, почему нет. Ну, в общем, я все сделала, прыгнула, во-первых, я в противоположную сторону и чуть не сломала руку. Мы поехали к хирургу, а хирург сказал, ну, вроде перелома нет, а может быть и есть. Ну, приезжайте через недельку. В общем, не все челленджи одинаково полезны и безопасны. Я сейчас предлагаю вместе со зрителями посмотреть один сюжет, а потом вернуться в студию и обсудить его. Внимание! Ребята, несколько недель назад я заключил с вами пари. Я обещаю, что до конца программы я смогу достоять и общаться с вами, ну, вот так, ну, к премьеру, по-простому, на одной ноге. Если у меня не получится, то в нашей беседе в группе во ВКонтакте я пролайкаю каждого пользователя, каждую фотографию. Но если у меня получится выполнить этот квест, то вы в своих социальных сетях рассказываете о нашем проекте и делитесь своими эмоциями о нашей программе и подписывайтесь на группу во ВКонтакте по рукам. Я мужественно простоял на одной ноге практически весь эфир и выполнил условия скоро. А вот из вас никто не смог соблюсти наши договоренности. Ай-яй-яй, как вам не стыдно? А ведь всего-то, всего-то нужно было рассказать в своих социальных сетях о нашей программе. Но никто, никто из вас этого не сделал. Жанна, тебе самому-то не стыдно? Мы с тобой заключали пари. Ты проиграл. Наши зрители придумали задания, а ты их не выполнил. Нам не показали всю часть сюжета, я потом согласился выполнять эти задания. Девчонки, как вы думаете, можно ли соскакивать со споров, с челленджей и потом говорить, ааа, с меня взятки гладкие? По крайней мере, нет, это как-то будет неэтично. Неэтично можно сказать. Я не люблю таких людей. Это будет нечестно. Просто это, возможно, ну, как бы я бы посчитала это как просто за... Ну, немножко я бы обиделась, наверное. Я бы тоже, честно говоря, обиделась. Потому что если я выполнила, а кто-то нет, то почему я должна была выполнять без гарантии? Хорошо, подождите. А что делать, если нужно выполнять какие-то задания, которые тебе лично не нравятся? Ну, ты же знал, на что ты соглашался. Ты знал, на что ты идешь. Не спорим, не делаем. Ну, если ты думал, что все-таки у меня получится выиграть, а тут бабах, все, оказался проиграться. Наказание за то, что не выполняешь челлендж еще хуже какой-нибудь. Да. Вполне себе мотивацию. Или можно... Допустим, вот в челлендже там сказали простоять весь эфир на одной ноге. Если ты этого не сделаешь, то ты там, не знаю, без майки бегаешь на улице, в мороз минус пять. То лучше же уже постоять в прямом эфире на одной ноге, чем бегать. Хорошо. А если, к примеру, как может сказаться невыполнение челленджа или спора на твоей репутации? Может ли к тебе люди станут хуже относиться? Ну, не совсем, не то, что хуже, но они уже будут знать, что к тебе обращаться смысла нет, но и все, что ты ничего не выполняешь. Расскажи. Когда мы играли в «Правду или действие», просто была девочка, которой задавали правду все время. Потом пришла очередь действия. Ей задали действие, и она сказала, ну, я не хочу выполнять, не буду. Ей задали второе, она опять же сказала, не буду. И в следующий раз ее просто не звали в эту игру, потому что ей никто не верил, что она это выполнит. Слушайте, ну хорошо, давайте попробуем сгенерировать какие-нибудь идеи, так, отмазки так называемые, но чтобы люди смогли их воспринимать, мол, ну ладно, действительно, давай ты не будешь этого делать. Ну, просто я на ноге, у меня почки нет. Да, хорошо, еще варианты. Я не знаю, ну там самое такое типичное сказать, что мама вызывает срочно, там что-то случилось, надо уехать потом, как-нибудь потом. Я потом, потом. Или у меня сустав затекает. Но вы бы предпочли каким образом выкрутиться из ситуации? Самым аналогичным позвонила мама. Я бы сказала вот так, ну, ты же знаешь, что я не могу это выполнить, ну, ну, зачем ты так со мной, и все, все. Ну, то же самое, что вот невыполнение, я не знаю, надо реально придумать какую-нибудь такую классную ситуацию, об этом даже не задумывалась. Ну, мне кажется, любую отмазку ты придумал, если ты пойму, что это отмазка, и все равно к тебе будут относиться. Ну, надо, значит, придумать что-нибудь такое мега реалистичное. Значит, надо делать. Ну, вы на самом деле в начале нашего разговора классную идею и гласную мысль сказали, что не стоит соглашаться, наверное, на спор и на челлендже, если ты понимаешь, что задание, которое тебе предлагают, ты реально потом можешь жизни не выполнить, или это как-то будет бить по твоей репутации. А если ты согласился, участвовал в челлендже, но задание выполнить не хочешь, то может сложиться ситуация, как из нашего следующего видеосюжета. Давайте посмотрим. Анастасия Белоглазова. Предлагаю переодеться. Одну передачу стань Жан-девушкой. Не, ребят, на одну передачу переодеться я не готов, а вот на несколько секунд, пожалуйста. Катя, а ну-ка давай комбинезон. Владислава Выдрицкая. Попробуй станцевать балет. Отдельный респект, благодарность человеку, который предложил мне станцевать балет. Это для тебя. Так, как-то ноги примерно так. Ну, мне кажется, Лебединое озеро примерно в такой стиле есть. Надо фоновая музыка только. Владислава Выдрицкая. Пусть он съест один лимон без отвращения. Легко. Дайте воды. Василий Радкевич. 20 отжиманий на одной руке или с хлопком в воздухе, а? 20 раз написали надо отжаться. Написали. 18, 19, 20. Ребята, хорошо, что вы не написали отжаться столько раз, сколько у нас подписчиков в группе ВКонтакте. Нарисовать Катю. А давай ты и споешь. Спой свою любимую песню в прямом эфире. Готово. А еще сразу выполню несколько дополнительных заданий. Спою песню и прочитаю стихотворение. В общем, презентую. Первое рисунок Кати. Вторая песня. Все для тебя. Рассветы и туманы для тебя. Моря и океаны для тебя. Дальше слов не помню для тебя. А конкретно все для вас, дорогие любимые телезрители. Девчонки, давайте с вами вот обсудим, какая норма может быть таких жестких выполнений челленджов в конце? Ну, конечно. Без нормы. На что самое стрёмное вы бы подписались? На самое стрёмное? Я знаю, что для моих друзей самое стрёмное, это, допустим, написать человеку, который им нравится. Ой, да не, я бы согласилась. Для моих. Ну, я бы тоже согласилась, потому что не выполнять для меня самое стрёмное. Нет, просто, ну, это не стрёмное, это же наоборот, когда тебя заставляют, тебя как-то, знаете, руки не доходят, а тут тебя заставили. Ну, ладно, мне пришлось, извини, мне просто задали действие. Меня заставили, да. Кстати, классная отмазка, я не знаю, почему многим это не нравится. Хорошо, а если предложили неделю жить без мобильного телефона? О, нет, это... Ой, это сложно. Интересно. Нет, а я бы попробовала, я поставила бы себе такой челлендж. Слушай, я ездила в лагерь вообще без телефона на неделю, и это достаточно было прикольно, интересно, обзавелась новыми, настоящими друзьями, в общем, классно. А есть ли вот какие-то испытания, которые я выполнял, задания подписчиков, на что бы вы не согласились? Так. Отжаться 20 раз? Да, да, да. Ну, отжаться 20 раз это оптимально, просто. Ну, нет, не хочу. В раз я бы не могла. Что бы не смогла? Не смогла отжаться 20 раз. Или переодеться в девочку. Ну, в случае, если это... Переодеться в девочку. Ну, понятно, у девчонки. Если вот парни говорят, так, ты должен переодеться в девочку. Ну, тогда... 20 раз, мне кажется, отжаться легче. Ну, если ты не можешь отжаться 20 раз... То переодеться в девочку. Так я, получается, что зря переодевался? Нет. Нет. Вы вообще не поставили условие, либо вы отжимаетесь, либо переодеваетесь? Вы же в ТикТоке в тренд взлетели, да? В рекомендации сидите там. Смотрите, вот, к примеру, когда парень переодевается в девочку, да, в рамках какого-то челленджа. Это забавно, это глупо, это бред. Это все вместе. Но когда девочка в мальчиках, это норма. Да. Ну, а когда парень в девочку? Ну, нет. Нет. Ну, сейчас в ТикТоке, если посмотреть все какие-то популярные видосики, это огромное количество лайков набирает, когда вот танцует парень, оп, и он становится девочкой. Конечно, ну, это хайп. Ну, это просто в ТикТоке, да. А если уже просто выйти там в торговый центр, в платье мальчику, то-то как-то... Есть люди, которые ради хайпа готовы на все. Да, да, чтобы получить... А есть, которые ни на слово, ни на что, они просто хотят хайпа. Удалить Инстаграм со своего мобильного телефона. А, ну, просто удалить. Ну, потом скачать, потом скачать. Нет, хорошо, удалить аккаунт. Нет, нет. А почему? Ну, потому что это как бы труды твои, ты там... Там слишком много можно. Смотря за что. Давайте, девчонки, тогда подытожим все, зарезюмируем. Вот вам предлагают участие в челлендже. Что нужно продумать, чтобы, понимаете, соглашаться или не соглашаться? Сразу спросить, какое может быть самое жестокое действие. Вика? Можно сразу спросить, какое будет самое жесткое наказание, чтобы узнать, на что ты идешь. То есть первое, что нужно сделать, это продумать наказание, да? Нужно ли соглашаться на челлендж, наказание которого ты не знаешь? Мне кажется, нет. А могут потом такое... Ну, если чисто ради интереса, если уже совсем грустно, то да. И чисто, вот если предположив, что ты его не сможешь выполнить, то нужно подумать, какое наказание. И если тебе не подходит ни наказание, и ты не уверен, что ты выполнишь само действие, то лучше вообще ничего не делать. Хорошо, значит, первое, узнаем, какое наказание будет в финале челленджа, на что ты подписываешься. Конечно. Второе, что нужно знать, что нужно делать? С кем ты играешь, если проводишь этот челлендж. Оценить уровень соперника. Да. Хорошо, третье. Давайте топ-3 соберем. Так. Первое, узнал задание. Придумать отмазку. Третье, самое такое главное. Третье, сказать, что я не могу его, к сожалению, выполнить, поэтому... Ну, я не слабак, я просто не могу. Хорошо, а какие примеры, может быть, у вас из одноклассников, из вашей жизни были вот споры, когда нужно потом было что-то делать, и человек понимал, что, о, не, зря я на это подписался. Бывали. Рассказывай. Бывали, да. Ну, в общем, мы тогда играли в классе, в школе, и у нас была такая компания, и, собственно, мы думали, что, в принципе, действия будут нормальные. Изначально мы не знали, то есть, насколько они будут такие. Играли в правду или действия. Да, играли в правду или действия. И в итоге потом это обернулось все с такими желаниями, то, что, как бы, с одной стороны, не хочешь их обидеть, потому что, ну, как-то могут повлиять на их отношения. Ну, то же самое, то, что они потом... А что за желания? Вспоминай, расскажи. Так, подождите. Желание было... оно прям ужасное, прям просто ужасное. Давай, давай, давай. Нужно было подойти и ударить учителя. Это такое желание потом предложили? Они крейзи. Да, только сильно они любят там учительницу определенно. И, то есть, это желание, хорошо, что было не мне, потому что мне было просто позвонить моей бабушке. Так, хорошо. А вот что сделал человек, которому выпало желание, да, задачу? Он подошел и ударил. Как учительница отреагировала? Ну, она такая, ну, она, естественно, возмутилась, потому что, ну, до уровня прям подойти к учительнице. Как подруга. Что этому мальчику за четверть вышло? Мне просто не трогали меня. Ну, она точно поговорила, просто она сказала то, что, то есть, ну, мне неприятно, когда ты подходишь, а ко мне так, как с подружкой. То есть, берешь вот так вот. Слушай, а вот этому... это парень был, да, мальчик? Да, это был мальчик. То есть, его стали, не знаю, больше уважать, мол, красава. Да, да, да. Серьезно, больше уважать за такой поступок. Ну, это же нормально. Это нормально. То есть, ну, то есть, ну, то есть, его, можно сказать, допустили до уровня того, что он смелый, то есть, он ничего не боится, он там просто высшего уровня. Ну, вот я, я вот советую обычно в таких ситуациях, я всегда, когда играю с друзьями в «Правду или действие», там, или что-то такое, я всегда говорю, давайте не задействовать людей, которые с нами не играют. Потому что, если это касается других людей, это может неизвестно, во что выйти. Поэтому лучше просто не задействовать тех, кого ты реально не хочешь трогать, кого ты не знаешь. Ну, ну, ты не знаешь, как это закончится. Ну, на самом деле, вы правильно говорите, потому что игра «Правда или действие» — это достаточно популярная игра среди школьников. Многие в нее играют. Поэтому, ребят, если уж так получилось, что вы подписываетесь на эту игру и не знаете, какое действие вам потом будут задавать ваши одноклассники, ваши друзья, то в первую очередь устанавливайте какие-то изначально правила, там, без физических контактов, да, без того, чтобы потом это как-то сказалось на вашей репутации. Вам спасибо большое, что пришли к нам в студию, рассказали интересные истории. Мы надеемся, что у вас в жизни не будет повторяться таких действий, чтобы все это было гуманно и цивильно. Поэтому, друзья, встретимся через несколько минут. Друзья, наверняка вы слышали хоть раз в жизни фразу «Тоже мне велосипед изобрел». А задумывались, почему именно велосипед, а не машину, самокат или ролики. А я расскажу вам про этот интересный факт. Официально велосипед был изобретен всего 200 лет назад. В то же время сами все детали для велосипеда были спроектированы и придумали еще 2000 лет назад. Вы представляете, к примеру, в Римском национальном музее есть саркофаг, на изображении которого присутствует человек, который передвигается на очень похожей штуке, что-то наподобие велосипеда. Вот это все таким образом выглядело. Я еще вторую фотографию покажу. То есть, представляешь, детали придумали 2000 лет назад, а сам велосипед всего 200 лет назад. Именно отсюда и само выражение «придумать велосипед», то есть изобрести то, что придумано уже давным-давно. А задумывался ли ты, что сделали раньше, сам велосипед или колесо для велосипеда? Все ответы на эти вопросы расскажет Катерина Дадыркина. Велопрогулка – дело непредсказуемое. Только что все было хорошо, и вдруг велосипед начал шатать и уводить в стороны. Да, похоже, приехали. Знакомая ситуация? Ну, что делать будем? Ау! Кто-нибудь поможет? Кто-нибудь поможет? Привет, Саша. Привет, Катя. Проблему пробитого колеса в дороге можно решить несколькими способами. Сейчас я о них расскажу. Подтягиваем вверх колеса в одну точку. Затем немножко ловкости рук. И как бы таким вот движением мы можем увидеть камеру. Камера там внутри? Да. А это тогда что? Это покрышка. Подождите, а пробивается камера, не покрышка? Да, пробивается в основном камера. Поняли, пробивается камера, не покрышка. Мы будем лечить. Чтобы определить, где дырочка, нужно сделать несколько заворотов камеры, чтобы в ней уменьшился объем воздуха. Когда вы его сжимаете, прислушивайтесь, и, скорее всего, вы найдете неисправность. Точка, из которой выходит воздух, это и есть место нашего прокола. Мы его и будем лечить. Хорошо. Что делаем? Дырочка здесь. Ну, просто натягиваем и завязываем в узел камеры, чтобы дырочка у нас была именно вот в этом больном месте, в котором воздух будет трудом проходить. Если хорошо затянете, то он вообще туда не будет проходить. После того, как мы завязали узел на камере, размер у него немножко уменьшился, но ничего страшного. Немножко сноровки рук. И как бы назад оно вполне тоже помещается, немножко растянув ее. Готово. Вау. Но ехать на этом, похоже, еще нельзя. Да, для этого нужен насос. К счастью, он у нас есть на велосипеде. Я позаботилась. Ура. Да. И накачивайте колесо и в путь. Накачено. Можно ехать? Да, не забудь, только колпачок. Стоп. А если мы не умеем вязать узлы? Нужно завязать узел. А если не получится? Тогда будем искать. Искать вокруг себя. Узел? Нет. Что-нибудь вот такое подходящее. Это в данном случае шайбочка. Их очень много валяется на наших дорогах. С помощью нее мы тоже сможем починить камеру. А что помимо шайбочки может нам помочь? Камень. Камень. Мы его будем использовать как молоточек. Берем шайбочку. Сгибаем ее пополам. Делаем из нее вот такую вот загогулинку. Дальше в кружочек нужно поместить нашу дырочку. Словно говоря, наша дырочка тут. Вот таким вот образом помещаем. И камнем добиваем. Запрессовываем шайбочку, чтобы дырочка у нас была по центру. И тогда воздух не будет убегать. А еще в веломастерской мне рекомендовали всегда иметь при себе стяжки. Не знаю как, но возможно нам это поможет. Совершенно верно. Действительно, эти две маленькие штучки, которые легко поместятся у вас в кармане, можно починить камеру. Только камеру или что-нибудь еще? Кучу всего. Велосипедей тоже можно. Что-то у вас отвалилось, что-то открепилось. Тросик. Неважно. Можно этим воспользоваться временно. Мне оно поможет. Мы об этом расскажем в следующий раз. А сейчас давайте чинить камеру. Нашли место прокола. Можно знать, как это делать. И до и после дырочки завязываем стяжечки. Перед эту камеру можно вот так вот скрутить, чтобы воздух наверняка не проходил. И нажимаем сильно с одной стороны. И с другой стороны. И получается вот такой вот ремонт. Дырочка у нас по центру. И через нее воздух не спускает. А как на этом ехать теперь? Объясни мне. Нормально. Это что? Она там вот так вот скрутится, свертится. В покрышке все это будет хорошо лежать. Не шипит. Значит, можно ехать, да? Да. Друзья, ну если ни один из способов реанимации шины вы не запомнили, то остается только всего один случай. Это значит звонить в случае ЧП в веломастерскую. Правда, веломастерская все равно не поможет вам в перспективе не прокалывать свою шину. Но есть один выход, который я могу сейчас порекомендовать. Существуют на самом деле так называемые вечные шины. У меня даже есть специальная фотография, которую я вам хочу показать. Эти шины не используют воздух, а значит вам не придется переживать о проколах. С такими шинами, как вы понимаете, можно ездить спокойно и по стеклу, и по гвоздям, и по плохой дороге. Вообще абсолютно по любой поверхности. Есть только один существенный минус. Цена одной шины это примерно 100 рублей. Согласись, недешевое удовольствие. Вот что делать, если таких сумасшедших денег у тебя нет, подскажет Катерина Додеркина. Но если вы отзываетесь на кличку «Счастливчик» и на улице не смогли найти ни шайбы с камнем, ни стяжек, выход из положения все равно можно найти. Для этого нам нужен водоем. Нам подойдет любая река или озеро. Главное, не пытайтесь доехать до них на велосипеде, потому что катание на спущенных колесах может быть опасно и для вас, и для самой шины. Водоема мы так и не нашли, зато совершенно случайно обнаружили ванну и еще одного тимуровца Диму. Дима, привет. Дима, неужели с помощью воды можно реанимировать пробитое колесо? Правда, для этого колесо нужно снять, опустить полностью под воду и накачать под водой. Сработает это за счет того, что вода частично будет попадать в саму камеру, и из-за этого после накачки будет в разы дольше спускать, потому что вода намного дольше выходит из камеры, чем воздух. И надолго нам хватит такой экстренной реанимации? Ну, как минимум доехать до дома, либо до ближайшего сервиса. Хорошо, на такое количество времени я согласна. Как их работать? Для начала нужно снять колесо. Для этого нужно разжать зажим эксцентрика, немножко его ослабить и, подняв велосипед за вынос, достать колесо. Нам нужно опустить колесо в воду. Перед этим мы сейчас наденем на него насос сразу же. И опускаем его полностью. Начинаем накачивать. Ну, еще шипит, но это не так критично. На какое-то время нам этого хватит, чтобы добраться до пункта назначения, скажем так. Мой велик может обуваться, да? Да, все, что нам осталось, поставить колесо на место, и можно ехать дальше. Все, можно ехать, но помню, что это временная мера. Друзья, но если вы не хотите всех этих танцев с бубнами, просто имейте при себе маленький, крошечный ремкомплект. Дима, расскажи, как им пользоваться. Ну, для начала, ремкомплекты бывают разные, состоят они тоже, скажем так, из разных комплектующих. Конкретно этот, с самоклеящимися латками и маленькой шкуркой для зачистки дырочки. Это поможет нам быстро и более качественно, чем другими нашими способами, скажем так, решить проблему пробития колеса. А вот как это сделать, я сейчас покажу. Вот у нас есть условное место пробития, которое мы обозначили крестиком. Мы берем курку, аккуратно зачищаем место, где пробито. Мы зачистили, теперь можно приступать к заклейке. У нас латки круглые, небольшие, самоклеющиеся. Бывают они и разных размеров, меньше, больше, бывают они, скажем так, со специальным клеем. И тогда клей нужно обратить с собой, правильно? В некоторых наборах он присутствует сразу, специальный клей для камер. Но такие удобнее. Ну, проще на самом деле. Мы аккуратно отклеиваем латку, приклеиваем ее на камеру и довольно плотно прижимаем, держим так, ну, около минуты. Если дело происходит в чистом поле, можно каким-нибудь камушком придавить сверху. После того, как появилась уверенность, скажем так, что латка приклеилась, то, что она держится. А это можно как-то проверить? Вот она просто плотненько сидит. Подожди, наша еще отклеивается. Нет, это она не отклеивается. Она уже сидит плотно. То есть края на любой латке почти всегда гуляют немножко, поэтому ничего страшного в этом нет. Можно накачивать колесо, но предварительно я бы советовал камеру обратно в покрышку не возвращать. Накачать колесо так, чтобы проверить точно, не травит ли воздух из-под латки. Действительно не шипит. А это значит? Что можно ехать. Именно. Надолго ли? На самом деле, может хватить вот прям очень надолго. То есть недели, месяцы и так далее. То есть латки довольно крепко держатся. Но всегда желательно, если колесо уже было пробито хотя бы раз, поменять камеру и забыть об этой проблеме. Друзья, предлагаю прямо сейчас прерваться на небольшую рекламу, а сразу после нее проведем жестокие эксперименты с куриными и страусиными яйцами. Оставайтесь с нами на телеканале Беларусь-2. Друзья, мы не перестаем вам напоминать, что именно вы управляете нашим эфиром и всегда прислушиваемся к вашему мнению. Вы просили нас развеять несколько мифов, которые связаны с яйцами. Мы сделали это. Но для начала давайте посмотрим, с чем нам придется иметь дело. Прямо сейчас. Дед бил-бил, не разбил. Баба била-била, не разбила. Вопрос, где авторы сказок видели такие яйца? Кажется, я нашла ответ. Пойдем покажу. Да, наверное, только страуси на яйцо можно бить-бить, и не так, что получится разбить. Толщина скормопы 1,5-2 мм, а вес 1,5-2 кг. Как его разбить, разберемся чуть позже, а пока немного информации про пернатых. У страуса самое крупное яйцо, самые большие глаза и самый маленький мозг в соотношении друг к другу. Несушка и перепелка могут нестись каждый день. Страусы несутся только в сезон размножения, который в наших узловиях длится с марта и по сентябрь. И за это время порядка 60 яиц мы можем собрать. Полетели, давай, давай, крылышками, давай, давай, родной. Он думает, что у меня что-то это случилось. А вот эти малыши перепелиные, вес одного в среднем 15-20 граммов, но по калорийности они обходят куриные. Кстати, возможно, именно поэтому и стоят дороже. А еще перепелиные яйца – это суперфуд. Они заменяют целый минеральный витаминный комплекс. Если хочешь приготовить омлет, запоминай, сколько и каких яиц тебе хватит. Для подростка, наверное, идеальный омлет – это из перепелиных штук 10 яиц, из куриных 3, ну и, наверное, четвертинка страусиного. Друзья, мы, кстати, за год с вами съедаем порядка 200-250 куриных яиц, и это в чистом виде. Правда, не считая различных булочек и других продуктов, в которых добавляют тоже куриные яйца. Портит эту статистику, правда, только соцсеть, а точнее эксперименты, которые в ней есть. Вот, к примеру, посмотрите видео, которое называется «Что, если наступить на яйцо страуса, сколько веса оно выдержит?». Например, здесь мы видим, что яйца отлично выдерживают вес 24-килограммовой гири. Вы посмотрите только, что сейчас будет происходить на видео. Четыре яйца, небольшая дощечка, и на нее ставится гиря, и четыре яйца спокойно выдерживают этот вес. У меня есть другое еще видео, посмотрите, что будет, если на такие яйца наедет автомобиль. Но здесь, естественно, они уже не выдерживают автомобиль, более тяжелый, просто проезжает по этой дорожке из яиц. И, кстати, прикольное видео, там сколько? А, всего 300 просмотров. Прикольное видео, но всего 300 просмотров. Такое бывает. В общем, мы решили тоже проверить яйца на прочность. Давайте посмотрим, что у нас из этого получилось. Эра Гелевская нам написала, что яйцо невозможно лопнуть одной рукой. Что ж, давайте проверять. Если бы мне такое сказали, я бы сказал, что я смогу его раздавить. Но давайте попробуем. У нас есть яйца разные. На вкус, возможно, одинаковый, но на ответ точно разный. Есть вот такое вот бежевое. Есть вот такое вот голубенькое. Структура скорлупы. У них одинаковая будет? Да. Большинство яиц, скажем так, все яйца содержат на 90%, состоят на 90% из карбоната кальция. А цвет, это уже зависит от внешней среды, от маскировки, скажем так, где обитают эти животные птицы. Попробуем раздавить. Да, ничего не вышло. Получается, скорлупа – это неплохая броня. Скорлупа на 90% состоит из карбоната кальция. В повседневной жизни людям знакомо это как мел или мрамор. То есть в состав этих веществ тоже входит карбонат кальция. Доказать, что кальций там есть, можно в домашних условиях. Для этого оставим яйцо в столовом уксусе на 24 часа. За это время пройдет химическая реакция – растворение карбоната кальция в уксусной кислоте. Вот, обратите внимание, это яйцо без скорлупы. Оно будет вот так вот интересно прыгать. Можно добавить в уксус немножко красителя. И тогда это будет вот такое вот веселое синее яйцо или зеленое. Ну, в общем, тоже оно будет обладать теми же самыми свойствами. Но это уже будет яйцо без скорлупы. Это первое. Второе – это, конечно же, строение яйца. Оно имеет форму купола. И когда мы оказываем давление равномерное, то эта форма купола препятствует тому, чтобы яйцо раздавилось. Это второе. И третье – это уже физический закон. Яйцо жидкое внутри. И когда мы оказываем давление на скорлупу, давление и жидкость равномерно передаются на все стенки сосуда. И за счет этого, если мы именно равномерно давим на яйцо, мы его не можем раздавить. Но если мы приложим силу неравномерно, например, мы его не можем сдавить одной рукой, но мы его сможем раздавить двумя пальцами. Мы решили проверить, получится ли проделать то же самое с перепелиным яйцом. Да, секунда, и все вышло. А вот с гусиным – посложнее. После перепелиного яйца последствий. Я подальше. Алексей, давайте все-таки я обычным способом, без всякой вот этой вот силушки богатырской, обычным ножом попробую его. Бабушкин способ. Бабушкин способ. С первого удара. Работает. Ну, а еще, если вы не знали, у куриных яиц довольно-таки большой срок хранения. Кстати, вот в магазинах, когда мы с вами покупаем лоток с куриными яйцами, обычно там сверху указан не срок годности, а дата, до которой нужно реализовать этот продукт. То есть, если мы и купили, то еще спокойно можно употреблять несколько недель после того, как закончилась дата реализации. Такие нормы установил не я, поэтому прислушивайтесь к ней. А еще хочу поделиться с вами небольшим лайфхаком. Если вы не знаете, свежее яйцо или не свежее, то есть один способ. Нужно разбить это яйцо, понюхать его перед тем, как вы добавляете его к другим продуктам. Ну, собственно, протукшее яйцо, знаете, как пахнет? Ну, наверное, как протукшее яйцо. Мне кажется, абсолютно каждый из вас сразу это поймет. В общем, предлагаю возвращаться к нашему сюжету. Давайте посмотрим, как там дела с нашим страусиным яйцом. Итак, джух просто хочу добавить. Смотрите, какая красота. Она просто огромная. Все чисто. И вот наш товарищ в центре внимания, которого мы будем сегодня вскрывать, открывать, долбить, резать, бросать, кидать. В общем, я хочу, чтобы мы его как-то разбили. Но с этим яйцом нам нужно будет кого-то позвать еще. Потому что после куриного, которое мы с трудом, скажем так, раздавили, это прям видно по нем, какая у него массивная скорлупа. Для начала попробуем ножом. Не получается. Ну, во-первых, вы бьете по полюсам яйца, а они крепкие. Чтобы повысить шансы, надо бить яйцо где-то посередине. Здесь места послабее. Пожалуйста. Вот так, как куриное. Нужно что-то потяжелее. Определенное. Давайте расковыряем гвоздем. Давайте. Никогда этого не делал, но... Давайте-ка вы лучше возьмете гвоздь и попробуйте его забить. Вот это работа. Но это вы будете делать, пожалуйста. Давай, давай, ну! Нет, вообще нет. А там хоть что-то есть вообще? Хоть какие-то следы? Посмотрите, сколько мы бьем, а тут пару царапин. Видимо, и гвоздь тут нам не помощник. Ладно. Мы подготовились. Может, я что-то не тут делаю, я девочка. Надь, вы попилите. Я думаю, что просто толщина этой скорлупы. Тут не гвоздь, не напильник. Тут надо что-то посерьезнее. Ничего не помогает, но слабонервная сейчас отходит от экрана. Я отодвигаю небезопасные предметы подальше и беру пилу. Это может сработать. Я его распилил. Ура! Ура, Лидина! Сколько мы это делали? Полчаса! Мы очень долго его пилили. Чтобы понять, что такое 10 куриных яиц в одном, переливаем содержимое в двухлитровую банку. Мы немножечко потеряли. У нас были убытки. Но вот это вот двухлитровая банка. Здесь практически половина. То есть из одного яйца мы получили литр. Литр! Вы представляете, какой это омлет можно сделать? На большую семью. На очень большую семью. Да, возможно, после проделанной работы сил на приготовление омлета совсем не останется. Но это не точно. Кстати, друзья, если вы когда-нибудь задумывались, как на сковородке будет выглядеть страусиное яйцо, то вот, пожалуйста, у меня для вас есть вариант. Примерно как-то так, как омлет. Причем, я думаю, что таким количеством порций можно накормить уж точно всю семью. Поэтому практикуйте и старайтесь тоже научиться готовить, потому что рано или поздно вам это пригодится. Друзья, наш сегодняшний эфир подходит к концу. Меня зовут Жен Синкевич. Я сделаю небольшой анонс того, что вы сможете увидеть завтра в нашей программе. Расскажем, как и чем заполнять свою инстаграм-ленту. Проверим самые топовые лайфхаки из сети. Ну и, конечно, не пропустите наши интерактивы, которые регулярно появляются в нашей официальной группе ВКонтакте. Подписывайтесь на нас. Встретимся с вами завтра в эфире телеканала Беларусь 2. Всем пока.